МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это такая жизнь. Семью, о которой мы сегодня расскажем, в Старомышастовской знают практически все. Два брата, Иван и Сергей, взялись воспитывать приемных детей, причем исключительно мальчиков. Казалось бы, что здесь такого? Мужчине проще и понятнее растить парней, чем девочек. Но именно это мужское царство не дает покоя некоторым станичникам. И поползли по Старомышастовской сплетни, одна другой страшнее. Мой коллега Александр Иванченко побывал в гостях у необычной приемной семьи. Старомышастовская, типичная станица. Пыльные улицы, дороги без асфальта, бабушки на покосившихся лавочках. Консерватизм глубинки здесь практически во всем, кроме одной семьи. В этом доме на окраине станицы сейчас живут 7 человек. Двое взрослых мужчин и 5 молодых парней. Младшему 10, старшему 22. Женщин в доме нет. Воспитывают мальчишек два родных брата Сергей и Иван Головатюки. Одному 49, другому 54. Оба никогда не были женаты, родных детей нет. Приемную семью берут только мальчиков. Об этой ячейке общества в станице знает каждый, но в искреннюю любовь к детям верят не все. Как и говорить о своих подозрениях в открытую, решаются тоже не все. Он был все время изгоем. Над ним издевались. Ну, как всегда в школе, да? Кто слабее, того и бьют. И я думаю, что вот эта вот желчь, вот эта злость, которая в нем всегда копилась, скорее всего, что он ее теперь больше не на камне ее реализовывать, кроме как на слабых детишках. Интересный какой-то такой человек, непонятный. А в чем непонятный, интересный? Ну, он мне не нравится. Я почему-то всегда собдевалась, почему он доверяет мне. Нелестные характеристики дают Сергею Головатюку станичники в одном лице отцу и матери нетипичного семейства. Лет 30 назад о том, что про его любовь к детям будут говорить так жестко, Сергей Алексеевич и представить не мог. Я представлял тогда, что у меня будет жена любимая, что у меня будет не менее 25 приемных и 5 своих. Ну, цель распалась. Я тогда любил девушку. Она, ну как, вышла так, что она вышла за другого, побогаче нашла. Я разочаровывался в девушках. Несчастная любовь к девушке притупилась, любовь к детям, рассказывает Головатюк, осталась. Для маленькой станицы семья без женщин – большой удар по толерантности. Никогда человек не был женат, никогда в его доме не проживала женщина. И все время он берет мальчишек на воспитание. У вас у здорового мужчины не возникает вообще просто простого обывателя? Не возникает никаких вопросов по этому поводу? Девочке, надо мать. Девочке, я не могу то рассказать, что рассказываю я женщине своей дочке. Пока слухи ходили, дети выросли. Двое из четырех приемных сыновей переехали в собственные квартиры. Один уже женился. Все культурные, воспитанные, он прямо хорошо над ними так воспитывает. То есть они очень такие прям хорошие парни. Я считаю, например, что дети эти счастливые, что к нему попали. В станице ничего с него не скриешь, деточка. Тут же ж нуяк, ось, меня все бачут, и я всех бачу. Это я не вижу до его деду, а там же соседи рядом живут. Уже что-то было, уже что-то выявилось. Борис – первенец Сергея Головатюка. Приемный отец взял его, когда мальчишке было три года. Сейчас парню 22. Он называет Сергея Головатюка папой, взял его фамилию и отчество. Решил поменять, которая старая была фамилия, но как-то меня не устраивало. Ну, отец мне предложил, говорит, если хочешь, можешь перейти на мою фамилию. Ну, я с удовольствием, даже с радостью, потому что сколько он молодежил, скоро как воспитал, как говорится. Своих биологических родителей Борис не помнит, не знает, что с ними случилось и где они сейчас. Когда Головатюк забрал мальчика к себе, у него были проблемы с речью и нервной системой. Сейчас парень работает техником видеонаблюдения. Три года дома сам же занимался этим всем оборудованием и решил где-то работать на каком предприятии. Борис стал первым, но не последним ребенком Головатюка. Сейчас в мужской семье подрастают еще три парня. Разного возраста, из разных районов края. Их всех уравняла судьба. Биологические мамы и папы отказались от них, спились или лишены родительских прав. За свои 10, 13 и 14 лет мальчишки уже прошли несколько детских домов и интернатов. Приходилось драться, да, и часто. Потому что старшеклассники начинают еду отнимать у младших. Когда я была в интернате, они у меня ни за что кидали камни в наш класс. От детского дома у 10-летнего Максима осталось только одно светлое воспоминание – фортепиано. Макс родители не помнят, только бабушку и сестру. С бабушкой я не жил. Бабушка забрала сестру, а меня нет. Максим, самый младший, новичок. В семье Головатюка живет полгода. А почему ты его называешь папой? Просто так легче назвать. Я всех учителей и воспитателей назвал мамой. А почему ты его называешь? То, что он меня взял, меня никто еще не брал. Я также хотел себе семью. Сильно. Диме 13. Он хорошо помнит и отца, и мать. Те же о нем забыли. Просто я один раз его поехал на каникулы с интерната к тете. Увидел его, говорю, привет, папа. Я тебя не знаю, мальчика, все. Маму не хочу вспоминать, брата. Всех не хочу вспоминать. Почему ты его называешь папой? Потому что он мне как уже папа. Груз всех бытовых обязанностей лежит на плечах мужчин. Уборка, стирка, готовка. Руками сильной половины. Это сейчас котлеты. Котлеты красивые. Дима, Виталик, идите завтракать. На подстраховке у Сергея Головатюка его брат Иван. По стечению обстоятельств тоже никогда не был женат. За 54 года родных детей не завел. Бывает, ты так подумаешь. Конечно, хотелось бы. Ну, не получилось, не получилось. Станичники считают, что папа с материнским инстинктом просто зарабатывает на детях. Заработок, средства к существованию. Это все, что он умеет делать. Больше ничего. Сейчас Головатюк подрабатывает страховым агентом на процентах. Получает около 10 тысяч рублей. Зарплата приемного отца за троих детей – 30 тысяч. Для станицы это совсем не мало. Плюс на каждого ребенка выдают еще по 10-700. А это детям на одежду, на лекарства, на еду. Они приходят детям на книжку. Я с разрешением опек и попечительства. Я уже снимаю. Снимает Головатюк не только деньги, но и видео. В комнатах и во дворе дома установлены камеры видеонаблюдения. Жизнь каждого члена семьи записывается и сохраняется на жесткие диски. Между хозяйственным мусором и недостроенной частью дома, на которую не хватает денег, стоит полностью оборудованный кабинет для видеонаблюдений. Примерно ушло на 150 тысяч. Ушло. Получал стипендию, накапливал и покупал потихоньку оборудование. Реалити-шоу «Приемная семья» записывается специально для органов опеки. Чтоб меньше превышали свою власть. Потому что у нас бывает, они начинают продыраться и писать такое, что в тебя дома нету, а они пишут. Таким нетипичным способом, повесив камеры в доме, Сергей Головатюк пытается доказать. Его многодетная однополая семья вполне традиционна. Александр Иванченко, Николай Сизуненко, Игорь Толматов. Такая жизнь. Это была «Такая жизнь» от Александра Иванченко. Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях. Мы ждем вашей истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv, собакамейлеру. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова